Газовый контракт с Китаем, сотрудничество с Китаем, начало политической ориентации на Китай. Во всяком случае пропаганда российская подает это как альтернативу западноевропейской, западной ориентации России. Безусловно приветствуется все это нашими колорадами, нашими империалистами, хотя при внимательном рассмотрении оказывается, что это такой пропагандистский блеф. Та же пиар-компания, та же пропагандистская компания, России не нужна Китая, Китай пошел на это соглашение 30-летнее, потому что оно выгодно ему, потому что фактически Китаю подарили два огромных месторождения. Просто подарили, Россия в принципе не будет получать первые несколько лет этот газ, а дальше все зависит от стоимости на газ. Если он будет падать, то еще 10 лет не будет ничего получать. А политически Китай, конечно, не может поддерживать, у него своих похожих проблем с сепаратистами достаточно. Он не может поддерживать действия России. Ему интересно создать, так сказать, противостоит Россию, как мартышка, таскающая каштаны из огня, которая как бы противостоит Западу. Но эта роль мартышки не очень достойна для страны, которую Путин называет великой сверхдержавой. Мы впутались в очень опасную историю. Одно дело быть целевым придатком Запада. На Западе есть твердые нормы, европейские ценности, которые они даже слишком охотно и иногда незаслуженно распространяют на других. То есть и виски из содовой нальют, и за стол посадят, и что-нибудь дадут взамен. Китай – это совсем другая страна. Те, кто там был, очень сильно испугались. Испугались такие разные люди, как Альфред Кох, как Борис Немцов. Это муравейник. Муравейник с тоталитарным сознанием. Это страна, которая не торопится. Страна, которая с утра до вечера строит и свою армию, тратя на нее 10% ВВП. Для этого ей и нужно сотрудничество с Россией. Они очень многие вещи у нас уже купили, технологии, которые мы сами не имеем. И не используем. У них не имеем на потоке. Мы не должны забывать про историю Китая и про то, что там есть прекрасная пословица, что китайцы не торопятся. Они любят сидеть на берегу реки и ждать, пока мимо них проплывет труп врага. Он боюсь, что это будет наш труп. Они подождут, пока Россия слабеет. Они видят, что это довольно быстрый процесс. А мы поссорились с Западом, который один мог нас защитить. И когда от нас отрежут Дальний Восток, пожаловаться будет некому. Потому что мы сами выбрали свой жеребий. И уверяю вас, что никакое нашествие НАТО с европейскими ценностями и с американской конституцией на перевес не сравнится с завоеванием Китаем. Вот почитайте Хайнлайна «Шестая колонна», тогда вы поймете, что это такое. Мы разрушаемся, мы отдаем себя в их власть. Мало того, что невыгодно, мы решили обидеться на Запад и таким образом ему досадить. Я думаю, что надо быть точнее. Путин решил обидеться на Запад и тащит сегодня в эту страшную яму всю Россию. Машеловку, да, это, в общем-то, мышеловка. Даже в КГБ были силы, которые одни считали, что надо ориентироваться на Америку, другие считали, что нужно ориентироваться на Китай. И вот эта переделка, это будет выглядеть не так, пора, как сильный мишень. Мы на этом не прокормимся, а будем влатить свое самое жалкое существование. И, скорее всего, через столетия, это для нас много, а для Китая это не срок. Можем утратить государственный суверенитет. И жалеть нас никто не будет, потому что птички гадят повсюду. Есть такая пьеса у Сартра. Мы отравили жизни странам Балтии, и Европе, и Западной Европе, и Восточной Европе, и Грузии, и Украине, и Средней Азии. И нас не пожалеет никто. Речь уже пойдет не о создании нескольких государств на территории, возникновении нескольких государств на территории России, а о превращении России в колонию Китая. Что значительно страшнее. Да, поскольку мы на ВВП тратим только то, что остается от пиратских набегов путинских друзей, а даже то, что потрачено, как доказывает дело Сердюкова, потом уходит неизвестно куда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!